В той ситуации в Рилсах опять завирусился отрывок с Дудем. Интервью было дано 6 лет назад, и я его пересмотрел. Ты вообще там ребенок. За 6 лет, я думаю, люди меняются. Поэтому я задам еще раз этот вопрос. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь сейчас в новая Настя? Чем помочь? Хабенского смотрела? Мне казалось, вообще это эталон ответа. Да, я обожаю Хабенского. Да, он крутой дядя. Как ты считаешь, нужен ли Путину блог, как Медведеву? Потому что Медведев мой любимый админ телеграм-канала. Нет, я думаю, что ему не нужен блог. Мне кажется, он и так дико популярен в сети. Ну просто зачем? Ну да, он, мне кажется, как глава государства будет вынужден слишком официально общаться. Вообще у меня есть теория, что когда он хочет спустить пар, он пишет телеграм-канал Медведева. Ты думаешь? Нет, ну хочется в это верить. Ну вообще, как ты сейчас на данный момент относишься к президенту нашей страны? Симпатией и уважением, как главе государства. А ты? Сейчас нормально. Ну, нет, а это и... Я закапываю, я здесь при чём? Слушай, у нас так принято его почему-то ругать, а я вот не хочу его ругать никогда. А вот, кстати, почему вы ругаете? Вот я не знаю, вот такая мода у нас в стране. Вот я не хочу его ругать. Вот у всех пердаки рвёт, а я говорю, Владимир Владимирович, мой президент. Я всегда симпатии к нему относилась, у меня не было момента, чтобы я прям сидела и такая злилась его за что-то. У меня был, я был п***ком, но вот я сейчас, мне настолько нравится, как он всему миру пердаки рвёт, а я вот люблю таких людей. Вот идёт чувак против системы, мне нравится. Ну, это мотивирует. Многие мне нравятся, знаю, но мне вот прям нравится. Поддержим. Каебков. В твоём старом интервью, шестилетней давности Дудю, его прям сквозило, чтобы ты как-то рассказал своё отношение к регионам. Любишь ли ты путешествовать по России? Какие твои города, помимо Москвы и Ленинграда, любимые? Начнём с того, что я и считала, и считаю, что регионы — это душа России. Я сама из Ленинградской области, из деревни Разметелево, в 20 минутах. Как это называется? Разметелево. Разметелево? Да. Прекрасный посёлок, всем большой привет. Мне кажется, название этого посёлка сложилось на всей твоей жизни. Разметелево. Разметелево. Очень люблю своё село и периодически туда наведываюсь. И, конечно, я считаю, что красота России, она не только в Санкт-Петербурге и Москве. И, в принципе, у меня большие планы на путешествия по стране. Как минимум, Кавказ, Урал, Камчатка. Ты был на Байкале? Нет, у меня большая мечта от вас съездить, но я вообще не понимаю, где там останавливаться, куда лететь, какой аэропорт. И у всех разное какое-то мнение, я не понимаю. Мне кажется, это не так сложно узнать все эти коммуникации, но поехать очень хочется, потому что у меня по факту все мои товарищи, друзья и знакомые, прошлые, все были, а я не была. И меня действительно это очень мотивирует. К тому же есть, опять-таки же, запрос. И в интернете я очень часто натыкалась на какие-то, знаете, вот самые красивые. Вы не видели, в это сложно поверить, но это находится в России. Ты смотришь, думаешь, вау, реально, как это возможно? Ну вот, да, был бы какой-то маршрут, что объехать, потому что я приеду в аэропорт и буду стоять. Плюс еще есть же зимний Байкал, летний Байкал. Ну, я думаю, что это можно найти в интернете, главное было бы желание. Ну, короче говоря, запрос такой есть, есть желание, и я, в общем-то, планирую все эти хотелки начать, осуществлять с этого года. Поэтому будем знакомиться. Если соберешься и найдешь маршрут, потому что я в этом плане очень тупой. Поехали вместе. Поехали. Добрый день, друзья и недруги. Меня зовут Евгений Додолев. Предвижу комментарии такого рода, кто она такая, чтобы говорить о Путине, кто они такие, чтобы говорить о Путине. И еще обязательно будет, нафига вы напоминаете нам об иностранном агенте Юрию Дуде, который уже давно сдулся и слит. На самом деле Юрий Дудь отпечатал нашу медийку, вот этот вопрос про Путина, который он придумал, на самом деле. Вопрос – это его фишка. У него есть, как минимум, одна фишка, в отличие от таких там плоских совершенно интегреров, типа Владимира Владимировича Познера. Вот, и я помню, в свое время даже один раз не удержался, и вопрос вот этот про Путина задал Кадыру. Мне ответ понравился. Президента мы вспоминали пару раз. Я хочу позаимствовать вопрос у самого популярного сейчас в интернете журналиста, который специализируется на жанре интервью. У него есть такой коронный вопрос, который он всем задает, и этот вопрос задам вам, он очень короткий. Путин красавчик? Путин абсолютно красавчик. Если меня спросить, я же пехотинец Путина, поэтому я всегда говорю, я обязан Путину, Владимиру Владимировичу. Будь он президентом, будь он рядовым, я всю свою жизнь обязан одному человеку, это президенту, это Владимиру Путину. Поэтому такого красавчика второго нет. Продолжение следует...